Сафари Рейнджеры Призраки Серенгети Антилопа гну, возможно, не самое симпатичное животное Африки. Но ежегодная миграция этих антилоп является движущей силой экосистемы Серенгети. Я стою на севере Серенгети, в Танзании, и вскоре гну вокруг меня отправится в очень опасное путешествие на юг, на низкотравные равнины. Опасность не обязательно исходит от львов и крокодилов, но в значительной степени от человека, потому что большую часть пути эти животные будут идти по земле, принадлежащей местным селениям. Каждый год во время миграции браконьеры убивают тысячи животных, угрожая природному балансу Серенгети. За последние пару лет была проделана большая работа по защите границ Серенгети, особенно в форме заповедников для крупных животных. Эти заповедники образуют очень важные буферные зоны вокруг Серенгети, но они также формируют обширную территорию для перемещения этих животных во время их ежегодных миграций. Жан отправляется в заповедник Масва, одну из пяти природоохранных областей, образующих буферные зоны вокруг Серенгети. Дикие животные – одно из немногих природных богатств Танзании, так что защита мест их обитания жизненно необходима. Для этого правительство Танзании применяет жесткие наказания по отношению к браконьерам и даже местным жителям, которые пасут скот на равнинах Серенгети. Ирония в том, что на оплату борьбы с браконьерством идет прибыль от лицензированной охоты на крупных животных. В заповеднике Масва работает компания, организующая охоту, называющаяся Танзания Game Tracking Safari. Ее клиенты платят до 150 тысяч долларов за отстрел определенных животных. Прибыль от охоты передается некоммерческой организации Фриткинг Консервэйшн Фонд, или ФСФ. Фонд отвечает за проведение антибраконьерских операций в заповеднике Масва. Сейчас конец апреля, и антилопы Гну начали свою миграцию. Прежде чем отправиться на север, огромные стада пройдут на запад через Масву, где являются легкой добычей для браконьеров. Перед приходом антилоп, Жан присоединяется к антибраконьерской команде ФСФ, которая готовится начать крупную операцию против браконьеров. Майк Бэкнер координирует действия 14 отдельных команд по всей Танзании. А пилот Пол Фергюсон поднимается в воздух на сверхлегком самолете, чтобы обеспечить разведку с воздуха. Кит Робертс возглавляет группу по борьбе с браконьерами. В этом заповеднике наиболее интересно именно население, его окружающее. Они живут прямо на границе. Они оказывают огромное давление на заповедник и на весь национальный парк Сиренгетти. Местному населению не хватает доступных рабочих мест. Им надо чем-то зарабатывать на жизнь. А если прямо у вас на пороге есть такой щедрый запас диких животных, великое искушение заработать охотой. Бедность и безразличие местного правительства привели к росту активности браконьеров. Браконьеры бывают двух видов. Первый – это деревенские жители, которые охотятся, чтобы прокормить свои семьи. Они или бедны, или не имеют альтернативы, или предпочитают дичь мясу домашних животных. Есть и другие, которые работают на коммерческие браконьерские круги, снабжающие черный рынок дичью и слоновой костью. Коммерческое браконьерство чуть не привело к полному исчезновению слонов и черных носорогов. И хотя оба вида сейчас находятся под защитой, незаконный оборот мяса диких животных и слоновой кости в Африке все еще составляет много миллиардов долларов в год. Когда ставки так высоки, рейнджеры, стремящиеся защитить диких животных, зачастую сами становятся мишенями. В августе 2006 года на одну из наших команд в заповеднике Майавази напали браконьеры. Выстрелили в машину, один из сотрудников был убит, несколько рейнджеров получили травмы. Это опасная работа, но мы влюблены в эту работу. И не задумываемся об опасностях. Члены антибраконьерской группы FCF осознают это и готовы идти на этот риск. Большинству из них уже угрожали. Были даже случаи нападения на членов их семей. Борьба с браконьерами – это тяжелая работа. Команда проводит в полях вдали от семей до шести месяцев к рядом. Большинство рейнджеров прежде сами были браконьерами. Но в результате создания рабочих мест в FCF в них появилась возможность следить за исполнением законов по защите окружающей среды. Команда набрана из членов различных танзанийских племен. И даже члены племен, разделенные древней враждой, отказались от прежних распри, чтобы работать вместе. Условия здесь тяжелые. Малярии и другие болезни представляют постоянную угрозу. Браконьеры же, в отличие от рейнджеров, пользуются простыми, но эффективными видами оружия. Наиболее распространены силки и лук со стрелами, с отравленными наконечниками. Это самый обыкновенный гвоздь, который они расплющили и заточили. В этой части, для усиления того места, куда входит металл, они используют внутренности животных. Они вынимают внутренности и высушивают их. Потом намачивают, чтобы те размякли, и оборачивают это место. Древко стрелы сделаны из легкой древесины кустарника, растущего поблизости. Вот еще птичьи перья, чтобы придать большую устойчивость в полете и вновь внутренности для крепления перьев. Но пусть они и пользуются древним вооружением, браконьеры умело и действуют крайне эффективно. Для борьбы с ними рейнджеры FCF хорошо оснащены. Последним новшеством стали сверхлегкие самолеты. Меня зовут Пол Фергюсон. Я летаю на сверхлегких самолетах для борьбы с браконьерами для фонда Фриткина. Использование сверхлегких летательных аппаратов для борьбы с браконьерством довольно новое в Танзании дело. И все еще находится в зачаточном состоянии. Сверхлегкий самолет способен лететь очень медленно. У вас больше времени, чтобы пролететь над объектом или бушем. У него лучший обзор, чем у самолета с жестким крылом. Потому что нет ограничивающих обзор окон и дверей. Можно осмотреться на 360 градусов, так что это намного более удобный инструмент. Он также невероятно маневренный. Мы можем выследить объект и прямо лететь за человеком на земле. Но некоторые из качеств, которые делают сверхлегкий самолет идеальным для борьбы с браконьерами, имеют и свои недостатки. Пилот имеет отличный обзор, но уязвим и не защищен. Из-за медленной скорости он оказывается легкой мишенью для вооруженных браконьеров. Сидение защищено кевларом, а в проблемных районах пол надевает бронежилет для дополнительной защиты. По мне стреляли. Я видел вспышки выстрелов из автоматического оружия, направленного на меня. И просто ушел из того района. В лагере погода изменилась. В Масве начинается долгий сезон дождей. И Жан имеет возможность почувствовать, что ждет впереди. Здесь только что прошла мощная гроза. Похоже, она немного стихла, но мы находимся внизу этого склона, и целые потоки заливают наши палатки. Надеюсь, мне удалось спасти ее, и получится провести ночь в сухом виде. Жан проводит неделю с командой по борьбе с браконьерами фонда Фриткин Консервейшн Фонд и представителями Департамента дикой природы Танзании. «ФСФ» впервые использует сверхлегкие самолеты для борьбы с браконьерами. И пилот Пол Фергюсон поднялся в воздух в поисках каких-либо следов, оставленных браконьерами. Нам нужно покрыть как можно большую территорию, в первую очередь, чтобы обнаружить место их активности. Я работаю здесь уже некоторое время, так что знаю места, где с наибольшей вероятностью находятся браконьеры. В этой стране нет никакой регулярности, нет структуры. Все случайно. Как только вы увидите веревку от ловушки, это сразу бросится вам в глаза. Когда вы увидите регулярную структуру, например, срезанные ветви, лежащие в каком-нибудь порядке, вы все поймете. Это может быть незаметным. Может быть, только одна или две срезанные ветви, выравнивающие тропу с боков, заводящие животных в узкий просвет, где установлена ловушка. С воздуха Пол заметил в отдаленном районе несколько ловушек, возвращается обратно в лагерь. Кит Робертс, глава антибраконьерской группы, вызвал подкрепление, мобильную команду из другого заповедника. Ожидая ее прибытия, Кит и его команда используют свободное время для выработки стратегии. Мы ввели в ноутбук GPS метки их положения. Когда команда доберется сюда, мы займемся выслеживанием. На самом деле, мы обнаружили ловушки, и в ловушках есть дичь. Это означает, что они вернутся, чтобы их проверить. На этот случай мы уберем пол из этого района и подстережем их, когда они придут проверить ловушки. Мы уже можем слышать звук приближающихся машин. Ребята добрались, на это у них ушла добрая пара часов. Мы постараемся их перехватить. Посмотрим, что ждет впереди. Сейчас сезон дождей, ливни размыли дороги и осложнили перемещение по равнинам. Один из лэнд-крузеров группы застрял в разливе. Мобильная группа прибыла, но с опозданием. Эдди Дахал – один из командиров мобильной группы FCF. Он привык к постоянно меняющимся погодным условиям Серенгетти. Мы все же выбрались. Машина Суи застряла, но мы вытянули ее, так что ничего страшного. Одна из машин, которые приехали, чтобы забрать нас на задание, прибыла только что. Заметно, что этим ребятам досталось. Заднее стекло разбито, потому что кто-то ударил по нему коленями. Они упали в реку, им пришлось заняться экстремальным внедорожным вождением в реке, захлёстывавший их капот. Видно, что машину заливало водой. А нам, чтобы добраться до ловушек, обнаруженных с воздуха полом, придется проехать по этой же дороге. Кит приветствует мистера Самеру, старшего специалиста по диким животным департамента дикой природы Танзании. FCF могут выслеживать браконьеров, но для проведения арестов необходимо присутствие представителей правительства Танзании. Группа направляется на проверку ловушек. Они находятся в нескольких часах пути отсюда, так что команда перебазируется в лагерь для мокрой погоды. Поскольку дороги непредсказуемы, они берут с собой достаточной экипировки, чтобы, если что, провести в полевых условиях несколько дней. Мы только что покинули лагерь. Дорога выглядит неплохо, но, поверьте, она станет очень-очень плохой. Наверняка мы много раз застрянем, будут реки, которые придется пересекать, и надеюсь, мы сможем разбить лагерь достаточно близко к ловушкам, чтобы суметь совершить рейд против браконьеров завтра рано утром. Первым серьезным препятствием будет река Семио, где мобильная группа застряла этим утром. Команда надеется на то, что уровень в реке значительно спал, но они узнают об этом, только добравшись туда. Приближаемся к реке, уровень действительно заметно спал. Всего четыре часа назад вода переливалась через капот машины. Но сейчас спала достаточно для безопасной переправы. Команде предстоит пересечь еще несколько небольших рек, каждая со своими сложностями. Команде предстоит пересечить Серьезных задержек не было. Они подъезжают к ловушкам на расстоянии броска и решают сразу отправиться на захват браконьеров. Он сворачивает с дороги, мы спрячем машину под деревом, мы находимся примерно в двух километрах от первых ловушек и дойдем до них отсюда. Команда разделилась, потому что браконьеры не будут сидеть у ловушек. У них может быть лагерь неподалеку. Так что очень вероятно, что мы наткнемся на браконьеров в их лагере, даже не дойдя до ловушек. Одна из многих опасностей, подстерегающих в этом регионе, мухи ЦЦ. Эта крупная муха способна переносить сонную болезнь, которая иногда может закончиться летальным исходом. На самом деле, присутствие этих опасных насекомых является главной причиной, почему эта часть Серенгети столь дико и малообитаема. Мы находимся примерно в полукилометре от ловушек. Сейчас мы переходим в небольшой заболоченный участок. Все немного перегруппироваются, приближаясь к противнику. Мы только что натолкнулись на линию кустов, выстроенных своеобразной воронкой. Очевидно, это сделано, чтобы направить животных в этот промежуток. Мы наткнулись на веревку, пойдем вдоль нее, посмотрим, нет ли ловушек. Велика вероятность, что браконьеры очень близко. Эти ловушки — это импровизированная колючая изгородь, нарезанная из кустов акации. Они размещаются вдоль звериных троп, рядом или на пути к водопою. Животным приходится двигаться вдоль забора, пока они не обнаруживают проход, в котором обычно установлена веревочная ловушка. Если дерево свежесрубленное, это значит, что ловушка новая. И, возможно, браконьеры очень близко. Лишь то, через день или два они вернутся, чтобы проверить, не поймано ли животное. Похоже, первая линия заграждений старая и не используется, так что команда продолжает поиски других. Думаю, они обнаружили воронку, ведущую к ловушке. Мне ее отсюда не видно. Это очень-очень свежая воронка. А на деревьях много ловушек, так что велик шанс, что браконьеры поблизости. Это очень простой, но крайне эффективный вид браконьерства, когда охотники выкладывают из ветвей сужающийся туннель на звериной тропе. Они оставляют небольшой проход. В этом проходе устанавливают селки. Животные не видят ловушки. Она скрыта небольшим слоем травы. Как только животное наступит на нее, трава разлетится, и на его шее затянется эта петля. Зверь не сможет вырваться. Это очень жестокий способ убийства животных. мы обсуждаем, что эти ловушки наверняка были установлены вчера. И очень вероятно, что браконьеры еще не возвращались, чтобы проверить результаты. команды решают ждать и устроить засаду. Но Кит видит приближение сильного ливня, которое может заставить их изменить стратегию. Я с парой парней пойду туда. Вы можете пройти и снять несколько ловушек? Воды так много, что животные не собираются в каком-то определенном месте. Так что это лотерея даже для браконьеров, как, впрочем, и для нас. Они могут сидеть и ждать, проверяя ловушки время от времени. И мы можем ждать и ждать, когда они придут проверить их. Так что мы сломаем все ловушки, перегруппируемся, и, возможно, вернемся сегодня в лагерь. Утром поднимем воздух сверхлегкий самолет как можно раньше и выйдем снова. Это неполное поражение. Было бы неплохо поймать пару браконьеров, но по меньшей мере мы расстроим их планы. Разрушение ловушек встревожит браконьеров, продемонстрировав им, что по их следам идут рейнджеры. Но все это части стратегии команды по борьбе с браконьерами. Они надеются, что узнав, что они обнаружены, браконьеры уйдут из района. Размер и масштаб ловушек говорит о том, что они имеют дело с коммерческой бандой. Сегодня их целью были буйволы. Через пару недель они будут охотиться на антилоп-гнов. Всего за час ливень обрушивает на землю 10 сантиметров осадков, затопив весь район. То самое поросшее травой поле, по которому команда пришла сюда, превратилось в реку. Мы попали в небывалую грозу. Всю эту местность затопило. Вообще-то это лесистая саванна с небольшими изолированными водными потоками. Но сейчас это просто одно огромное озеро, и на протяжении всего пути нам приходится идти по колено в воде. Это очень изматывает. Субтитры создавал DimaTorzok К концу долгого изнурительного дня команда направляется обратно в лагерь навстречу горячей еде и спокойному сну, прежде чем завтра продолжить свою охоту. Это были несколько трудных дней, много ходьбы, а я не привык носить тяжелые ботинки. Но когда ходишь по такому густому бушу, приходится. У меня все ноги в мозолях, кожа полностью сошла. Вот большая мозоль. Мы шли без остановок, машина была примерно в 10 километрах от нас, и думаю, никто из этих ребят не собирался меня нести. Я обычно ношу сандалии, которые уже натерли необходимые места на моих ногах. К их ремешкам я уже привык. Эти ботинки терли в новом месте, и в результате на моей пятке огромная мозоль. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Жанн находится в заповеднике Масва в Танзании. Он работает вместе с антибраконьерской командой. Они приехали перед ежегодной эмиграцией «Антилоп гнул». Цель команды — выдавить браконьеров из Масвы, чтобы стада «Антилоп» безопасно проделали свой путь. Пилот Пол Фергюсон возвращается в небо на своем сверхлегком аппарате, разыскивая следы ловушек или лагерей браконьеров. Браконьеры часто прячутся в этих обнажениях скал, называемых копья. Пол не видит следов новой активности, но вчера команда разрушила несколько свежих ловушек. Они уверены, что браконьеры все еще в районе и решаются отправиться на их поиски. Это пересеченная и очень сложная местность для машин. Они следуют по старым заросшим охотничьим тропам, где ничего не видно за зарослями высокой травы. Вчера сильные дожди превратили все в грязь, и одна из машин застряла. Пригодились конфискованные ловушки. Эти ребята используют ловушку на буйвола, чтобы вытащить застрявшую машину. Раз она достаточно крепкая, чтобы вытянуть автомобиль, она точно способна удержать буйвола. Лэнд-крузер весит около трех тонн, но веревки достаточно прочны, чтобы с легкостью его вытянуть. Девиз команды просто продолжает движение. Каждое препятствие преодолевается подручными средствами. Еще одно происшествие с машиной. Сезон дождей всегда опасно ездить по высокой траве, потому что не видно, что в ней. Обычно ребята успешно избегают этих опасностей, но это бревно было хорошо спрятано, и мы наехали точно на обломок корня. Ребята будут работать в полную силу минуту или около того, а потом передадут топор следующим. Это командная работа. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Им удалось ее удержать. Машина стоит под очень плохим углом. Это показывает, как опасно здесь работать. Помимо животных и браконьеров, твое собственное оборудование представляет огромную опасность. На вас может упасть машина. Дальше этой точки машина их везти не сможет. Отсюда им придется идти пешком. Копия возвышается над равниной, как цитадель. Если рейнджеры не будут осторожны, любой браконьер, прячущийся там, сможет заметить их приближение, поэтому они разделяются и заходят с обеих сторон. Джулиус, один из рейнджеров ЭФСФ, раньше занимался браконьерством в этом районе и зачастую прятался на этом копии. Его опыт будет очень кстати. Но команде имеет смысл волноваться не только из-за браконьеров. Копия – излюбленное место дневного отдыха леопардов и львов. Джулиус ведет нас в старый лагерь браконьеров, который, по его мнению, все еще может использоваться. Заросли невероятно густые. Здесь понимаешь, насколько сложно ловить этих ребят, если они спрячутся в таком месте. Джулиус говорит мне, что это укрытие используют некоторые браконьеры. Здесь они спят, разводят огонь, и они готовят пищу. Не похоже, что кто-то бывал здесь на этой неделе. Он также сказал, что именно сюда он приходил, когда они работали в этом районе. Отсюда открывается прекрасный вид на равнину. И они легко могут увидеть команду рейнджеров, движущуюся в их сторону, или автомобили. Отсюда даже можно следить за ловушками. Судя по состоянию пещеры, рейнджеры не думают, что недавно тут были браконьеры. Эта копия расположена очень близко к границе заповедника, поэтому браконьеры могут выходить за границу, чтобы избежать задержания. Поэтому команда решает отправиться к границе, чтобы собрать какую-либо информацию о возможном местонахождении браконьеров. Цена слоновой кости на черном рынке делает браконьерство невероятно привлекательным бизнесом. Поэтому борьба с браконьерами крайне опасна. Многие браконьеры без колебаний убьют рейнджеров, ставшего у них на пути. Но Жан узнает, что эта миссия стала еще более опасной для одного члена команды по имени Лазаро. Он Масай. Исторически, Масайи являются злейшими врагами другого местного племени. Вааса Кума. Команда приближается к территории Вааса Кума. Оба племени все еще считают, что весь скот мира принадлежит им и веками воюет за право на него. Убежденные, что рейнджер Масай прибыл, чтобы похитить их коров, люди из племени Вааса Кума объявили вознаграждение за голову рейнджера Масая. И какова награда? Если члены племени Вааса Кума поймают представителя Масаев, те, кто сделал это, будут провезены по всем деревням Вааса Кума и с ними будут обращаться как с королями. Они будут настоящими героями, им награду дадут сотни голов скота. В каждой деревне, через которую они будут проезжать, их будут одарять скотом. Что это означает поймать Масая? Это означает убить его? Определенно. После того, как они поймают его живым, они отвезут его в свое племя. Там они его убьют и поедут по деревням с его останками, чтобы праздновать. Не считаешь, что убить за похищение коровы слишком жестоко? Я думаю, да. Когда мобильная группа пришла в регион, они знали, что существует трение между Вааса Кумой и Масаями. Но не до такой степени. Это нечто новое. И для всех большой сюрприз, что Вааса Кума зашли так далеко, что объявили вознаграждение за голову этого парня. Похоже, не остается выбора, кроме как перевести Лазару в другой район. Это случится очень скоро, чтобы избежать ненужных конфликтов. Правительство Танзании ввело строгие законы для защиты места обитания диких животных, чтобы не дать крестьянам, скотоводам и браконьерам разорить дикие места. Правительство с помощью фонда Фриткина по защите дикой природы создало антибраконьерские команды, чтобы выгнать из района браконьеров и прекратить незаконную охоту. Возглавляемой Китом Робертсом. Мы подошли к границе. Как вы можете видеть, она очень четко определена. Можно видеть дома и растущую кукурузу. Большинство браконьеров это жители этих деревень, или же это люди, приходящие издалека. На самом деле и те, и те. Люди, которые живут в этих деревнях, ставят пару ловушек и возвращаются на ночь в деревню. Осматривая скалы, мы нашли старый лагерь. Он расположен слишком близко к границе, буквально в паре километров. Так что те ребята явно издалека. Они делают это ради пропитания или чтобы заработать? Они зарабатывают. Но эти деньги тратят на семью, чтобы отправить детей в школу, оплачивать счета, построить новый дом. К сожалению, это происходит в огромных масштабах. Если этого не контролировать, это опустошит весь регион. В такой среде, как парк Серенгети, любое вторжение человека серьезные угрозы природному балансу. Браконьерство не единственная проблема. Законам запрещено пускать домашних животных пастись на природоохранных территориях. Команда натыкается на нескольких крестьян-нарушителей, не подозревающих о том, что сейчас их поймают с поличным. В этот раз долгая прогулка по острой траве – это слишком для покрытых мозолями ног жалоб. Сейчас должен помочь адреналин. Расплата придет потом. Похоже, мы сидим на тропе, проложенной скотом. Это незаконно. Это место находится на территории парка. Продолжение следует... Туда, туда, туда. Поймали двоих. Это незаконно. Коровы и козы наносят огромный ущерб природе, вытесняя отсюда диких животных. Так что очень важно дисциплинировать этих ребят каким-либо образом. У них есть много деревенской земли, где могут пастись их коровы. Коровы должны самостоятельно найти дорогу обратно в деревню. Если им это не удастся, жители деревни, после того, как уйдут рейнджеры, проскользнут за границу заповедника и отведут коров домой. Наказание крайне суровое. Но главное, что пастухи рассказали рейнджерам о том, что браконьеры все еще остаются в заповеднике и планируют разбить лагерь у реки. Получив эту информацию, Кит ведет команду обратно к реке. Кит и Эдди планируют атаку. Там горит огонь, что означает, что они, возможно, коптят мясо. Мы постараемся подкрасться и окружить их. Нам повезло, что у нас три группы, мы должны суметь окружить лагерь. Это должно стать удачным задержанием. Браконьеры здесь. Жан находится в заповеднике Масва в Танзании, части экосистемы Серенгети. Здоровая популяция антилоп Бну и слонов сделала его целью нападений браконьеров. Жан провел пять дней с командой по борьбе с браконьерством, и сейчас они приближаются к банде браконьеров. Браконьеры здесь. Команда Эдди ускороет засаду и попытается выгнать их на нас. А мы их остановим. У нас тут два браконьера, но я думаю, что видел, как убегали трое. Так что, может быть, еще один. Эдди поймал еще одного. Это тот же район, где мы вчера собрали ловушки. Думаю, их вспугнуло то, что пол два раза пролетел над этим местом. А потом пришли мы и сняли их ловушки. Но они все же убили им палу, и, похоже, этот лагерь усиленно использовался в прошлом. Однако не думаю, что его часто использовали в этот сезон дождей. Трава заметно подросла. Эти ребята ночевали здесь. Они здесь жили, да? Да, они были здесь в течение пары дней, проверяя западни. Думаю, мы расстроили их планы тем, что пришли и разобрали ловушки. Я удивлен, что они не ушли. Эти ребята – прожженные браконьеры. Что происходит? Куда они направляются? Сотрудники департамента по защите дикой природы доставят их в МИАТУ, в полицейский участок. Представитель департамента вместе с полицейскими предъявят им обвинение, и дело передадут в суд в течение примерно двух недель. Это тертые ребята. Думаю, они промышляют этим давно. Опытные браконьеры. Задержание браконьеров – настоящая победа для дела защиты природы. Но по пути к машинам что-то привлекает внимание команды. Мы только что заметили большую стаю стервятников, кружащих над землей. Это всегда четкое указание на то, что на земле мясо. Так что мы почти точно найдем кого-нибудь, либо львов, либо браконьеров. Команда идет вслепую, не зная, не ждет ли их встреча с другой группой браконьеров. Там что-то очень большое, похоже на слона. Были сильные дожди, и туша размыла. Она не очень старая, предполагаю, лежит тут. Две с половиной, три недели, не больше. Надеюсь, нам удастся взять след, посмотреть, в каком направлении они уходят из парка. Это может дать нам много ценной информации. Все смыло, но мы все равно хорошенько осмотрим это место. Может, найдем другого убитого слона. Заметно, что браконьеры очень торопились. Они очень быстро вырезали бивни. Обычно у профессионального браконьера много времени занимает вырезание ровного отверстия, чтобы вынуть бивень. Но здесь они просто вырубили большой кусок черепа, чтобы вытащить бивни. Это удобное место для охоты на слонов, потому что близко к границе заповедника. Браконьеры могут прийти, убить слона, вырубить бивни, уйти в деревню незамеченными. Этих ребят будет непросто выследить. Джозеф говорит, что, кроме прочего, браконьеры отрезают ступни слонов. Внутри мощная жировая прослойка, которая позволяет слонам ступать очень мягко и бесшумно. Это гасит звук при ходьбе. Этот жир браконьеры вырезают, и в деревне этот жир используется для лечения некоторых болезней желудка. А также он применяется некоторыми знахарями и колдунами для каких-то традиционных обрядов в качестве каких-то лекарств. В конце 20 века спрос на слоновую кость почти уничтожил слонов в Сиренгете. Работа по охране дикой природы, ведущейся правительством и антибраконьерскими группами восстановила популяции животных. Несмотря на серьезные преследования и наказания, международный спрос на незаконно добытую слоновую кость постоянно угрожает слоновьему поголовью. Несмотря на то, что мы нашли множество ловушек и несколько убитых браконьерами животных, это район первозданной дикой природы, и в разгар ежегодной миграции здесь пройдет больше миллиона животных. Во время полета в Масово мы видели стада слонов численностью до 70 особей, так что концентрация диких животных, живущих в этом заповеднике, просто невероятная. А та браконьерская деятельность, что мы видели, просто ничтожна, если посмотреть на картину в целом. Усилия Департамента охраны дикой природы ЕФСФ эффективны и обеспечивают мигрирующим антилопам гну на небольшое время в году безопасное пристанище, через которое они могут пройти, не боясь браконьеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин.